Слава Иисусу Христу! Жив Господь наш! Он здесь, Он с нами, Он живой. Мы должны это помнить, знать, что Господь Иисус Христос не оставил нас сиротами. Он послал Духа Святого, который сегодня с нами. И я больше скажу, о чем говорит Писание, что Он не просто с нами, а Он где? Он в нас, в верующих людях, которые приняли Его как своего Спасителя. Слава Господу! И, конечно, сегодня праздник, я всех вас поздравляю. Я желаю, чтобы вот этот День Пятидесятницы или вот этот праздник полноты, я еще его называю, праздник полноты, вот эта сила Божья во всей полноте, она всегда пребывала в наших семьях, в наших сердцах, в нашей жизни. Аминь! Аминь! Ведь тем, как мы будем славить нашего Господа, сегодня я верю, что Бог много приготовил для нас полезного. Он будет насыщать, укреплять нас будет. Конечно, нужно прочитать из книги Деяния 2 главы. Вы знаете, что есть праздники христианские, как Пасха, Рождество, это праздники, которые, ну, понятны, да, то есть одно есть название, Пасха, всем понятно, что есть Пасха, Рождество, всем понятно, что есть Рождество. То этот праздник, он, его называют по-разному. День Пятидесятницы, праздник Святой Троицы, день рождения Церкви, потому что именно тогда Церковь начала называться Церковью, Церковь Христианская. И этот праздник, конечно же, он имеет огромный смысл и огромную силу для всех нас. Почему? Потому что если бы Дух Святой не сошел, то сегодня бы мы не видели чудес Духа Святого. Мы бы не были наполнены дарами Святого Духа. Церковь не имела бы вот столько силы, которую она получила именно благодаря Духу Святому, этой силы, которая сошлась с небес. Слава Господу! Итак, Деяние, 2 глава, с 1 стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И дальше там описано, что Петр встал и начал проповедовать. И тысячи людей покаялись и приняли Господа Иисуса Христа в свои сердца. Слава Господу! Я верю в то, что самое великое чудо, величайшее чудо, которое совершает Господь Бог, это спасение души человеческой. Много чудес мы видим, исцеление и благословение, как Бог заботится о нас. Это, конечно же, тоже чудеса. Но самое великое чудо, которое Господь сегодня совершает, это тогда, когда душа грязная, испорченная, наполненная грехом, она очищается и становится светлой, становится чистой. Слава Иисусу Христу! Слава Господу! И вы знаете, что, вот я считаю, что ключевой стих и очень важный стих, вот в том отрывке, который мы прочитали, это «все они были единодушны вместе». Очень важно, когда люди верующие приходят с правильным пониманием, вот с каким сердцем мы приходим на служение. Насколько мы ожидаем присутствия Божия, прикосновения Божия. И еще одно место мне очень сильно хочется прочитать. Конечно, это немного другое время, это другая ситуация, но она очень сильно показывает, по крайней мере, когда я прочитал, я увидел, как люди должны благоговеть перед Словом Божьим. Потому что Бог, Он дает благословение, Бог приходит, сходит во всей силе именно в то собрание, где Его чтут, где Его почитают, где Его уважают. Аминь или нет? Аминь. Это восьмая глава книги Неемия. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек». Опять же, говорится о чем? Говорится о единстве. «Собрались, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисея, который заповедал Господь Израилю. И принес священнику Ездра закон предсобрания мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца». Третий стих. «И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были что? Преклонены, то есть открыты к чему? К закону Божьему. Когда ты идешь в Дом Божий, ты должен что делать? Ты должен свое сердце приготовить тому, чтобы принимать Слово от Господа. И ты обязательно примешь, потому что Бог, Он всегда говорит. Бог не молчит. Он всегда говорит. И говорит и в твою жизнь. Но если ты не получаешь Слово, если ты уходишь пустым, значит, ты не преклонил свое ухо для того, чтобы слышать. Вот эти люди, они пришли, они пришли, чтобы услышать Слово Божие. Не просто увидеться с кем-то, не просто посидеть, время скоротать. Они пришли, у них была жажда. Жажда – это очень важно. Когда человек имеет жажду, сильное желание получить что-то от Господа, он обязательно получает. Написано, что их сердца были открыты. И книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали. И подле него, по правую руку, стояли там люди, служители. И дальше, пятый стих. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. Как у нас, правда? Слава Господу. По Писанию у нас все. Он стоял выше, открыл книгу закона. Народ стоял перед ним. И когда он открыл книгу закона, весь народ что сделал? Весь народ встал. О чем это говорит? Это говорит о том, что они с почтением отнеслись к Божьему Слову. Когда ты слушаешь Слово Божие, как ты относишь? Какое твое сердце? Я, к сожалению, скажу, меня печалит очень сильно, когда я вижу, что Слово Божие читается, а человек сидит, занимается чем-то непонятно чем. Нога на ногу. Или какие-то такие еще вещи. Я не говорю в физическом смысле. Я говорю, что состояние сердца человека, просто сердце закрыто, ухо не преклонено. Как человек такой думает что-то получить от Бога? Как он думает меняться? Как он думает освящаться? Как он думает приближаться к Богу? Что-то в жизни, чтобы его происходило. И очень важно в жизни иметь правильное сердце, правильное отношение к Божьему Слову, чтобы мы почитали, уважали и восхищались нашим Господом. Аминь. И написано, когда он открыл книгу, весь народ встал и благословил ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал, что? Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Народ, вы не должны молчать. Вы должны участвовать в ходе служения. Если вы понимаете, что это истина звучит с кафедры, говори аминь. Если есть призыв прославить Господа, скажи слава Господу. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. И весь народ отвечал, аминь, аминь, поднимая руки свои вверх. Вы понимаете, что это то место, где мы не должны стесняться наших чувств, я имею в виду по отношению к Господу. Написано, что воздевать мы должны руки, чистые, без гнева и сомнения. То есть мы должны открывать свои сердца перед Богом. Бог должен видеть вот эту нашу жажду, нашу открытость. Даже если ты пришел сюда, и ты понимаешь, что твое сердце, оно наполнено чем-то нехорошим. Ты должен его поскорее, еще вперед даже нас, тех людей, которые пришли сюда с чистым сердцем. Ты должен быстрее это сделать, открыть свое сердце, чтобы оно было очищено. Аминь или нет. Мы должны сегодня почитать Господа. Мы должны Его уважать. Мы должны Его превозносить в наших сердцах, в наших песнях, в наших молитвах, всей нашей жизнью. Они поднимали руки свои и поклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли. Вы понимаете, какое было почтение? Как люди жаждали, как люди уважали, как люди показывали, что они чтят своего Господа. Они Его уважают. Вы знаете, есть очень сильное место, где написано, что Господь обращается к народу Божьему и говорит, что если вы называете Меня своим Господом, то где почтение? Бог, Он просто так не говорит. И если Он обращается к народу, значит Он видел, что в народе Божьем не было почтения к Нему. Если сегодня, я обращаюсь этим же словом к нам, ко мне и к вам, если вы называете себя христианами, если вы называете себя народом Божьим, есть ли в вашем сердце почтение к Господу, откладываешь ли ты все, абсолютно все в сторону, и на этом месте ты преклоняешься пред Господом, ты поднимаешь свои руки, ты открываешь свое сердце, ты преклоняешь свое ухо, чтобы слышать закон Божий, чтобы услышать слово от Господа. И написано 8 стих. И читали из книги, из закона Божьего. Вот 8 стих мне очень нравится. Запомните это место. 8 глава, 8 стих. Легко запомнить. Запомните это раз и навсегда. Слушайте, что здесь написано. И читали из книги, из закона Божьего. Как? Внятно. Это очень важно, чтобы люди, они понимали. И присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Слава Господу. Меня опять это место очень сильно вдохновляет, потому что, ну, в принципе, мы тоже очень похожи, да? Мы стараемся внятно, мы стараемся толковать, мы стараемся объяснять, знаете, для чего? Для того, чтобы народ Божий, чтобы люди, пришедшие в Дом Божий, даже те неверующие, которые еще не знают Господа, чтобы они максимально приняли, поняли то, что здесь написано. Аминь. Потому что, когда ты понимаешь, тогда тебе легче открываться, тогда тебе легче исполнить или пропитаться тем словом, которое написано в Библии. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Итак, сегодня, чтобы пережить Господа, чтобы сегодня Бог особенно действовал в нашем собрании, мы должны ожидать Его. Мы должны преклонить свое ухо. Мы должны прийти, как один человек, для того, чтобы наполниться нашим Господом. Чтобы получить от Него Слово, чтобы наши руки были подняты к небу, чтобы наше сердце было открыто. Аминь. Аминь. Все абсолютно оставьте там, за стенами. Это время, время, когда мы будем поклоняться, когда мы будем почитать, когда мы будем восхвалять нашего Господа и принимать от Него Слово Откровения. Аминь. Аминь. Давайте встанем.